Общие потери в танках на время прибалтийской оборонительной операции, официальное советское название событий 22 июля-9 июля 1941 года, современная официальная российская историография исчисляет 2523 единицы, среднесуточные потери 140 единиц по данным Кривошеева. Сюда явно вошла вся техника, брошенная экипажами или уничтоженная врагом, то есть танки в составе мехкорпусов и пехотных дивизий. Немецкие потери оказались значительно меньшей. Даже на 4 сентября, то есть уже после начала масштабных боев за Ленинград, о чем далее, 4-я танковая группа безвозвратно потеряла 123 танка. В ремонте находилось 68. Какая-то часть потерь третьей танковой группы была понесена в Прибалтике, просто у нас есть данные на то же 4 сентября, когда группу Гота перебросили южнее, где она и понесла большую часть своих потерь. В 4 сентября группа потеряла безвозвратно 267 танков, в ремонте находилось 196. Итак, в Барях, Прибалтике немецкие танковые дивизии, состоящие в основном из панцер-камфвагн-3, 1-я танковая дивизия, из чешских панцер-камфвагн-35Т, 6-я танковая дивизия, и панцер-камфвагн-38Т, 7-я, 8-я, 12-я, 19-я и 20-я дивизии, с ценным дополнением в виде немногочисленных панцер-камфвагн-4 и не столь ценных панцер-камфвагн-2, противотанковая оборона в виде 37-мм пушек, дивизионной артиллерии и зениток, бивших прямой наводкой, сумели справиться и с массами советских легких танков, и с Т-34, и даже с КВ, несмотря на первоначальный шок, особенно от вида советских тяжелых машин, нередко таранивших и просто давивших маленькие чешские танки вермахта. Увы, не имеют под собой подпорочной основы легенды об одиночных КВ, задержавших на несколько дней наступление Хёпнера на Ленинград. Немецкие солдаты, в частности с неимоверной дерзостью, весьма эффективно взрывали советских гигантов связками гранат, кумулятивными зарядами, активно применяли вместо слабых противотанковых пушек дивизионную артиллерию, зенитки, в том числе и знаменитые 88-мм ФЛАГ-36. Организация и опыт взяли верх над часто и лучшей по многим показателям техникой, экипажи, которые действовали не менее отважно, но порой не слишком эффективно. О решениях советского командования уже говорилось достаточно. Кроме того, сказалась и низкая надежность некоторых агрегатов и ряд конструктивных недостатков новых советских танков, слепота большинства из них, плохие приборы наблюдения и неважная оптика в целом, плохая радиосвязь или отсутствие как на уровне поля боя, так и на стратегическом уровне. А в случае с КВ и Т-34 недостаточная освоенность техники экипажами, слабое прикрытие с воздуха. Не оправдалось иметь включение тяжелых КВ в состав танковых дивизий. Им больше подходила организация в виде отдельных батальонов или полков прорыва. Все эти факторы сыграли свою губительную для бронетанковых войск РККА роль и в прочих операциях 1941 года. После поражения РККА в Прибалтике, основные боевые действия на северном участке Советско-Германского фронта отечественные историки называют Ленинградской оборонительной операцией 10.07.09.1941 В танковом плане она интересна тем, что в ней с советской стороны использовалось большое количество тяжелых танков КВ-1 и КВ-2. Всего за 1941 год их произведено 1121 машина первого типа и 232 второго. Просто основным предприятием, производящим эти стальные гиганты, был Ленинградский Кировский завод. И танки часто шли на передовую прямо из цехов, нередко управляясь гражданскими командирами из числа рабочих заводов. Это неоднократно отмечали немецкие историки, а широк корот. Танковая война на Восточном фронте. К концу 1941 года под Ленинградом, после реформирования мехкорпусов, действовали отдельные бригады и батальоны, включающие роты легких, средних и тяжелых танков. Делалось это не только из-за недостатка танков. Хотя их число резко умершилось. Этот фактор частично покрывался невиданными темпами производства. М. Боротянский вполне обоснованно считает, что основной причиной перехода к меньшим структурным единицам стало неумение руководить огромными меркорпусами и даже дивизиями, которые продемонстрировали советские его начальники летом 1941 года. Фактически оборона Ленинграда не представляла собой череды крупных танковых боев еще из-за того, что командующий группой армии «Север» Вильгельм фон Лейб в июле 1941 года заметно осторожничал, не давая воли слишком, по его мнению ретивому Хепнеру, готовому бросить танки своей группы на Ленинград. Из-за ослабления группой армии «Север» в пользу южного соседа, группой армии «Центр», а также далеко не блестящего командования фон Лейба танковыми корпусами и дивизиями, Эс Митчем называет его действия просто неумелым командованием. Наступление немцев на Ленинград велось с серьезными задержками. Темпы продвижения в августе 1941 года резко снизились. Четвертая танковая группа «Хепнера» понесла тяжелые потери в лесах и болотах Ленинградской области, нередко подвергаясь отчаянным контратакам РКК, в том числе танковым. Активно действовали на поступах к Ленинграду танкисты 123-124 танковых бригад РККА, включавшие в себя не только стандартные КВ-1, КВ-2, но и три экспериментальных советских сверхтанка Т-150, КВ-220 и КВ-3А «Широкорот». Ценой больших потерь фактического разгрома советской 34-й армии войсками северо-западного направления Голомков-Ворошилов удалось задержать немецкое наступление. Потрепанная 4-я танковая группа «Хепнера», ее потери в танках на 4 сентября «Смотри выше», получила в сентябре 1941 года солидное подкрепление. Все ту же третью танковую группу ГОТА, которая за время медленного продвижения фон Лейба к Ленинграду успела разбить советские войска под Старой Руссой, буквально прогрызая советскую оборону, упиравшуюся на развитую систему ДОТов, уничтожая советские КВ аккумулятивными снарядами в упор, подрывая их ранцевыми саперными зарядами, немецкие танковые корпуса и мотопехота из состава двух танковых групп к 11 сентября взяли Шлиссельбург и вышли на окраину Ленинграда. Однако судьбоносный приказ Гитлера 12 сентября не брать Ленинград штурмом, а взять блокаду, ослабив группу армии «Север» за счет переброски почти всех танков четвертой танковой группы на юг для участия в финальном наступлении на Москву, колоссально повлиял на Ленинград на результат боев за Ленинград. Боев, перешедших в более спокойную стадию к исходу сентября 1941 года, после последнего взметного немецкого успеха – взятия Пулкова. В результате Ленинградской оборонительной операции советские войска северо-западного направления потеряли, по официальным советским данным, обнародованным в 1990-х годах, 1492 танка, что с учетом 83-х суток длительности операции дает среднесуточные потери примерно 18 танков, а потери к 4-й танковой группе после 4-го сентября 1941 года судить сложно, общие немецкие потери в танках в 1941 году смотри далее. В целом, во время операции советские бронетанковые войска понесли значительные потери в ходу множества локальных боев, но при этом сумели причинить серьезный ущерб танковым дивизиям группы армии «Север». Именно здесь блестяще проявил себя один из первых советских танковых асов – Зиновий Колобанов, командир 3-й роты 1-го танкового батальона 1-й танковой дивизии, уничтоживший 19 августа 1941 года из засады у дороги на Лугу колонну из 22-х немецких танков. Правда, номер немецкой дивизии, при всей неясности некоторых обстоятельств этого подвига, совершить подобное с использованием роты могучих КВ было, в общем, возможно. С немецкой стороны отметил первые успехи командира танка Ганса Бюльтера 1-я танковая дивизия, танк «Панцеркомфагн-4», закончил войну со 139 победами, и феноменального наводчика Курта Книспеля 12-я танковая дивизия, также воевал на «Панцеркомфагн-4», к концу войны лучший немецкий танковый ас, который за эти годы побывал наводчиком, заряжающим и командиром танка. 162 победы к моменту гибели 29 апреля 1945 года. Ф. Куровский. Танковые асы Гитлера. Следует отметить отсутствие крупных окружений советских войск на этом участке Советско-Германского фронта, что объясняется относительно слабостью немецкой 4-й танковой группы, особенностью милицистого и заболоченного театра военных действий, нередко благоприятствующего советской обороне и наличием значительного количества долговременных укреплений. Так или иначе, танковые части РККА на Северо-Западе после первоначального разгрома начали довольно быстро восстанавливаться, чему способствовала близость ленинградских заводов, производивших танки. Сконцентрированность же Гитлера на идее захвата Москвы ослабила и без того не слишком впечатляющая «Панцеркваффе» группы армий «Север», обусловив на некоторое время их переход в почти позиционной войне. Танковый «Близк Трих» на этом направлении смотрелся наименее убедительно. Глава третья. На направлении главного удара. Боевые действия на западном направлении в начале войны СССР с Германией получили у советских авторов название «Белорусская оборонительная операция» 22 июня, 9 июля 1941 года. Танковая составляющая этой операции развивалась под знаком колоссального просчета советского руководства, считавшего, что приоритетным направлением вражеского наступления для советского контрнаступления будет Южное, на Украине. Соответственно, группе армий «Центр», вторым и третьим танковым группам в ее составе противостояли несколько меньшие, чем на юге, но все же солидные советские бронетанковые силы. «Гундериан» и «Год» имели, соответственно, 953 и 1400 танков, не считая резервов 2-й и 5-й танковых дивизий. Около 300 танков не задействовались до октября 1941 года. К тому же группа «Года» начала боевые действия против войск советско-германского направления, хотя в дальнейшем и было переброшено южнее. Противостоящие немцам 3345 советских танков, из них боеготовыми считалось около 1800, входившие в состав шести мехкорпусов 6-го, 11-го, 13-го, 14-го, 17-го и 20-го и десятков советских стрелковых дивизий, представляли собой немалую силу. Самым мощным ударным соединением РККА здесь был 6-й мехкорпус, командующий генерал-майор М.Г. Хацкелевич, насчитывавший 114 КВ-1 и 238 Т-34, а также 460 БТ, 82 Т-26, 127 химических танков и 229 бронеавтомобилей, находившиеся в районе так называемого «Белостокского выступа». Независимо от того, собирались ли бронетанковые части РККА наступать с этого выступа в июле 1941 года, как считает В.С. Уворов, или это были планы на более отдаленное будущее, выступ был чрезвычайно неудобен для обороны и, наверное, превратился в котел в первые дни войны. Боевые действия слабого, 241 танк, в основном Т-26, 141 бронеавтомобиль, 11-го мехкорпуса генерала-майора Востовенко начались 22 июня подгроны с больших потерь от противотанка обороны немцев, 8-й пехотной дивизии.